Здравствуйте! Вы смотрите программу «Кто в доме хозяин?». В прошлых выпусках мы неоднократно рассказывали, что определить первостепенные задачи и наметить план работ по текущему или капитальному ремонту должны собственники квартир на общем собрании. Но что делать, если проблем много, решить их все разом не получается, а жильцы договариваться не хотят? На что, прежде всего, стоит обращать внимание? Мы спросили у коммунальщиков, а также узнали, как справляются с вопросами в сфере ЖКХ в товариществе собственников недвижимости. Подробности в этом выпуске. Что важнее – реставрация кровли или замена внутренних коммуникаций? Порой жителям очень трудно договориться, какой вид работ в первую очередь следует выполнять за счет средств текущего ремонта. Спор между собственниками квартир на последних и первых этажах сравним с противостоянием физиков и лириков. И, конечно, непременно найдется тот, кто будет родить за красоту, а именно за косметический ремонт подъездов. Конечно же, что в первую очередь нужно привести в порядок – решать жильцам. Для тех, кто не определился, наш следующий сюжет. Если забота о многоквартирном доме возложена на управляющую компанию, то именно ее специалисты и занимаются решением насущных проблем многоэтажки. Работы по текущему ремонту коммунальщики могут проводить круглый год. Однако, согласитесь, чинить кровлю или модернизировать систему отопления в холодное время года достаточно проблематично. Поэтому при планировании объемов и видов услуг следует учитывать сезонность. Если сравнивать, допустим, дом с человеком, самое главное – это здоровье, а косметика потом. Поэтому мы всегда наводим порядок во внутреннем содержании. То есть мы… Первоочередной вопрос – если у дома течет кровля, то мы все деньги, естественно, уводим на кровлю. Это очень дорогостоящие работы. Но иногда даже мы выполняем кредит, можно сказать, за счет будущих платежей. Ремонт кровли – один из первостепенных и самых дорогих видов работы. Второй по важности вопрос, решение которого коммунальщики не рекомендуют откладывать в дальний ящик – внутренние коммуникации. Заменить трубы отопления и холодные воды решили собственники квартир в доме 181, что на улице Свободы, в Самаре. Дом уже давно стоит, старый. Трубы недавно не менялись. Из-за этого самое первое основное, я считаю, что это вода и отопление. Ну, я оставляла запросы, писала заявления, оставляла запросы. На них отвечают и в письменном виде, и приходят сюда, мы общаемся. То есть то, что говорят, они делают. Доступ был очень трудный к трубам. Потом подвал не проветривается вообще. Жильцы полипропилену много протянули, соединяться тяжело тоже. Два вида сварки применяем. И газосварку, и электро. Потому что, ну, гнилая была очень гнилая труба. Мы, когда начали опись делать, дефектный акт составлять, я в трех-четырех местах вообще не просматривалась труба. Приходилось долбить стены и применять индивидуальный подход. Несмотря на все трудности, работы на этом объекте подходят к концу. Как только кровли и инженерные коммуникации приведены в порядок, специалисты управляющей компании советуют задуматься о красоте. За счет средств текущего ремонта можно привести в порядок подъезды. Заранее стоит обговорить объемы и виды предоставляемых услуг, а также ознакомиться с дефектной ведомостью. Что касается текущего ремонта, составляется план текущего ремонта, и согласовывается с нами, и мы работаем строго по нему. Когда мы заходим непосредственно на дом, составляется дефектная ведомость, и уже согласно ей мы работаем. А когда работы проведены, то мы подписываем акт. Без этого акта работы не считаются оконченными. Не стоит забывать и о еще одном важном факторе. Чем меньше в доме неплательщиков за коммуналку, тем больший объем работ можно произвести. Сегодня задолженность собственников квартир перед Жилуниверсалом порядка 400 миллионов рублей. А это десятки кровель, фасадов, подъездов, километры инженерных коммуникаций. О том, как справляются с коммунальными проблемами те, кто не побоялись трудностей и взяли на себя заботу по благоустройству и содержанию многоквартирного дома, мы расскажем в нашей традиционной рубрике «ТСЖ. День за днем». Три высотки на улице Юбилейной в Самаре возводились в разное время. Первую построили в 2008-м. Тогда, 10 лет назад, заботу о ней передали товарищу собственников жилья. Постепенно к нему присоединились еще две многоэтажки. С 1 сентября 2010 года взяла на обслуживание этот дом. Потом сформировали, на протяжении 4 лет мы формировали штат нашего «ТСЖ», в который входила сначала сантехник, электрики, уборщица, дворник. Потом штат начал развиваться, расти, потому что увеличилось количество домов. На сегодняшний день «ТСН Юбилейной» обслуживает три высотки общей площадью в 26 тысяч квадратных метров. К подбору персонала здесь относятся щепетильно. У нас в штате имеется сантехник, который свой рабочий день начинает с обхода подвалов. Он проходит, смотрит температуру на вводе в дом, температуру на выход из дома, давление, которое подходит в дом, проходит, проверяет все задвижки либо запорную арматуру на наличие течи. И если что-то замечается, это устраняется в течение дня. Проблему легче предотвратить, чем потом ее ликвидировать, да еще и вдобавок бороться с последствиями, которые она за собой принесет, отмечает товарищество собственников. Поэтому состоянию и содержанию инженерных коммуникаций уделяют особое внимание. Несмотря на уверенный плюс за окном, сантехники готовят дом к новому отопительному сезону. Но не только в подвале летом кипит работа. Фарапетные замки, оцинковка, покрытие – это было у нас при строительстве. Но в период обслуживания все-таки встречаются недочеты, протечки по вот этим швам. И приходится их герматизировать, дополнительно делать фартуки, чтобы не было протечек на балконы у жителей в квартирах. Часть работ мы делаем своими силами, а также мы привлекаем подрядные организации, кровельщиков, высотников, которые это делают. И у нас сохраняется гарантия. У всех высоток плоская кровля. Чтобы не доводить до глобальных проблем, решить которые можно только в ходе реконструкции, затратной как по времени, так и по финансам, сотрудники ТСН «Юбилейная» раз в месяц выходят на крыши, собирают крупный мусор, проверяют ливневки и герметичность швов. Каждый год мы ремонтируем кровлю. Ремонтируем небольшими местами по 10 квадратных метров, когда по 15. Ну то есть это то все, что входит в текущее обслуживание, содержание общего домового имущества. Конечно, от ЧП никто не застрахован. И даже в относительно новых домах бывают коммунальные аварии и протечки. А иногда и лифтовое оборудование дает сбои. Чтобы их оперативно ликвидировать, правление ТСН «Юбилейная» договорилось с обслуживающей подъемникой организации. Так в доме появился оперативный диспетчерский пункт. Работает он в режиме 24 на 7. Все это видно. Какая ошибка в лифте произошла. Застрял человек или не застрял. Вот, например, если бы вы застряли, я бы прям тут же пришла бы и освободила вас. Оперативность в решении насущных вопросов и безопасность – в приоритете. И двор под видеонаблюдением не забавы ради, а пользы для. В первые же месяцы после установки камер по периметру придомовой территории местные автолюбители поняли, что не ошиблись в расстановке приоритетов. Видеонаблюдение у нас обязательно должно быть. Были случаи, когда надо было пользоваться видеонаблюдением? Да. Причем буквально в первый же месяц, когда я воспользовался услугой видеонаблюдения. То есть пострадал мой автомобиль, был причинен ущерб и возмещен. То есть следственные органы отреагировали нам на наши видеозаписи и, соответственно, помогли. Заменили двери на лестничных пролетах, установили ограждения газонов, оборудовали парковочные места, благоустроили контейнерную площадку. Что нужно привести в порядок в первую очередь, жители высоток решают на общем собрании. Так семья Садыковых отдала свой голос за модернизацию крыльца перед подъездом. У нас родился в семье ребенок, выполнение. Исходя из этого, мы считаем, что в подъезде необходим такой съезд. Вот с призателем ТСН, ТСЖ мы этот вопрос решили, надеясь, что до конца недели максимум на следующий нам поставят эти съезды. Для того, чтобы удобно было подниматься, спускаться. Не только для нас, это же проблема актуальная для других семей же, для меня лично. Мы товарищество собственников жилья, поэтому мы должны быть активными. И не один человек должен приходить на собрания и участвовать в голосованиях и во всем остальном. То есть у нас много вопросов на болевших, которые действительно должны решать. Должны решать все люди, а не один председатель. За 10 лет существования товарищества изменились не только высотки, но и их жители отмечают в правлении. Соседи стали чаще принимать участие в общих собраниях. Конечно, о стопроцентной явке говорить пока не приходится. Однако формальный подход сменился рациональным. Если вы, так же как и герои нашей передачи, принимаете активное участие в жизни своего дома или благоустройстве двора. А может быть, напротив, у вас есть вопросы, на которые вы не можете найти ответы, а выстроить конструктивный диалог с управляющей организацией у вас пока не получается. Пишите нам на адрес, указанный на экране. Ну а я напомню, что все выпуски программы «Кто в доме хозяин» можно посмотреть на нашем сайте губерниатв.ру. Мы продолжим следить за переменами в сфере ЖКХ Самарской области. До встречи на телеканале «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова